Ну, вы знаете что, я очень люблю во взрослом возрасте изучать историю. И как ни странно, в общем, с каждым годом ты узнаешь все больше и больше интересных каких-то фактов, на которые ты раньше не обращал внимания. В эпоху Римской империи бани имели огромное значение, и они, как современный тимбилдинг, сплачали, сплачивали, как правильно сказать, людей. И выравнивали статус людей, которые в обычной жизни даже не пересекались. В Римской бане мог встретиться, в общем, человек самого высокого статуса с простым человеком, и у них была возможность даже пообщаться. И мне кажется, что в этом есть что-то такое сакральное, и в Русской бане в том числе. Мы говорим о менталитете очень часто, мы говорим о широте русской души, но никогда не задумываемся, откуда все это исходит. И общепринятые традиции, которые для человека и для целого общества являются нормой, они, наверное, как раз и формируют вот эти понятия, как менталитет, душа и так далее. И Русская баня всегда для русского человека была чем-то очень особенным. Мне кажется, что очень важно поддерживать эти самые традиции, потому что они в том числе и формируют облик нации как таковой, из каких традиций состоит эта нация, какие убеждения у этой нации, какие ценности у этой нации. И вот эта простота, вот эта душевность какая-то, такая распаренная, хорошо и объединенная какими-то такими вещами, она очень важна. Поэтому я с удовольствием соблюдаю эту традицию. Я систематически хожу в Русскую баню, у нас в доме сделана баня и сауна. И, в общем, наверное, это в какой-то степени даже одно и то же. Это, может быть, не по форме, но по содержанию. И, в общем, распариться, если зимой есть возможность после бани окунуться в снег, мне кажется, это ничем не передамое ощущение должно сохраняться.